Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бабруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бабруиск Лайф. Я Мария Бересневич, и мы начинаем. Основное назначение женщины – это хранительница очага семейного. Но времена меняются. Не хотят просто сидеть дома и воспитывать детей. Женщина сегодня идет, наверное, не то что наравне, а может быть даже на полшага впереди мужчины. Удачно женившийся человек приобретает крылья, а неудачно – кандалы. Говорят, что у женщин хрупкие плечи, да? Помогли мужчине после пожара. По своему такому характеру, устроению я максималистка. Очень неприлично нам брать возрастной ценз, у нас все молодые. Даже образование, медицину, да? Вот это меня как бы немножечко раздражает. Профессия учителя от Бога, все остальные от учителя. Для меня общественная организация – это вся моя жизнь. Нина Федоровна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что собой представляет Белорусский союз женщин в Бавруйске? Ну, во-первых, это, наверное, объединение женщин, активных женщин. Да, это те женщины, которые, может быть, связаны с какими-то общими идеями, общими направлениями. Не обязательно там, допустим, то, что какая-то одна идея и все. Потому что это представительницы разных предприятий, разных организаций. И, естественно, у них есть какие-то свои направления, своя деятельность. Ну, вот, наверное, вот так вот они все и собрались в одну общую городскую организацию. Хорошо. Сколько у нас участниц? В Бавруйске, да? В Бавруйске. Я все время говорю в пять, а то и в семь раз больше. Что нужно для того, чтобы стать единомышленницей, попасть в ряды БСЖ? Ну, вообще, у нас есть первичная организация. В Бавруйске, вот как я уже делала акцент, 94 первичных организации. Создаются эти первичные организации в учреждениях, в организациях. Помимо этого, могут по территориальному признаку. У нас в основном это организации, учреждения, предприятия. И есть одна организация Незабудки, о которой объединились женщины в такую организацию. Клуб Незабудки. Вот они там как бы функционируют. Вот. Поэтому, вернее всего, для того, чтобы просто попасть в нашу городскую организацию, надо быть активным. Если ты работаешь, то уточнить, есть ли это первичная организация в этой организации. А если ты все равно хочешь попасть, ее там нет, ну, наверное, обратиться к нам. Мы ни одному не отказываем, значит, нашей представительнице, которая желает быть в нашей организации. А можете описать среднестатистический портрет женщины, который состоит в ваших рядах? Такой интересный, конечно, вопрос. В первую очередь, это активная женщина. Эта женщина молода душой, потому что она все время движется, она что-то ищет. Вот. Мы не берем возрастной ценз, потому что, ну, как-то даже очень неприлично нам брать возрастной ценз. У нас все молодые. Все молодые, энергичные, живые, радостные, ну, и, естественно, патриотки нашей страны. А цели и задачи стоят наверняка, да, перед организацией? Ну, если как бы брать основную нашу организацию, то, конечно, основная цель – это цели устойчивого развития сегодня, да. И мы тоже как бы должны сопутствовать реализации вот этим целям устойчивого развития. Естественно, касается это повышения качества жизни, уровня жизни. Но, естественно, мы здесь смотрим, в каких условиях жизни наша женщина. Вот. И на сегодня мы, наверное, радуемся о том, что нашим женщинам, ну, вот, как говорят, гендерное там неравенство у нас такого нет. У нас даже женщина сегодня идет, наверное, ну, не то что наравне, а, может быть, даже на полшага впереди мужчин. То есть во всех отраслях, во всех областях, там, экономических, социальных, там, вот. А поэтому, естественно, вот как бы здесь вот это вот все охватывает и… Взять даже образование, медицину, да, кругом одни женщины. Да, образование, медицина, социальная сфера. И посмотрите сегодня производственная сфера. Вы посмотрите сегодня учебные заведения, там, по линии Министерства внутренних дел, МЧС. Сколько поступает туда девушек. И там уже целая, не то что там одна девочка там на потоке или одна девочка там в группе, там целая группа формируется именно вот из наших девочек. Поэтому, я говорю, вот эта вот такая возможность реализоваться женщине в этих направлениях, ну, может быть, это тоже хорошо. Да, вот такую интересную мысль сказали о том, что женщины сейчас даже, наверное, на полшага впереди мужчин, да. Даже взять такой тренд, раньше было принято, когда женщина уходит в декретный отпуск, да, она вот три года воспитывает ребенка. Сейчас же большинству женщин, им скучно находиться только дома, и они там пытаются как-то развиваться, там, на какие-то курсы, тренинги ходят. То есть, да, женщины не хотят просто сидеть дома и воспитывать детей. И, ну, в этом, наверное, есть и свой, да, сок какой-то в том, что они хотят дальше развития и хотят быть нужными этому обществу. Да, и помимо этого есть возможность. Одно дело – хочу, но не могу, да. А у нас есть возможность для женщин получать еще там не одно, а несколько образований во время того, когда ты сидишь там в декретном отпуске. Плюс к этому ты можешь еще и подрабатывать, да, на определенных там условиях, когда ты получаешь и пособие по уходу за ребенком, и плюс ты еще подрабатываешь. Правда? А плюс еще вообще великолепный сегодня муж по каким-то причинам, да, мало ли какие бывают причины, он может сегодня находиться в декретном отпуске, а женщина может, пожалуйста, да, работать в это время. Да, почему нет? Да. Я говорю, то есть вот эти вот, такая гибкая, наверное, политика, она, наверное, содействует развитию нашей экономической стабильности в республике. Потому что одно другого как бы взаимозаменяет, и это находит какой-то такой положительный результат. Да, так и есть. А можете привести какой-то пример, вот как БСЖ помогло реализоваться женщине вот здесь у нас на месте? Конкретно сказать, что только, допустим, БСЖ участвует в реализации, это нельзя сказать. Почему? Потому что женщина сегодня у нас не ограничена там одной общественной организацией. То есть она ничего не видит, только она видит союз женщин. Женщина, если она хочет реализоваться, естественно, у нее вообще активная такая жизненная позиция. И на работе, и в общественной организации, и в каких-то там общественно-политических мероприятиях. То есть она везде ее видит. И, естественно, когда идет продвижение этой женщины, мы сегодня говорим, составляются на нее характеристические данные. И вот немаловажно, когда с этой стороны пишут, да, она активна там, она активна здесь, и в то же время она тоже активна по линии союза женщин. Но вот наглядным примером, вы знаете, вот вы как задали такой вопрос, мне сразу вспомнилась наша Надежда Анатольевна Лазаревич, когда она пришла в город Бобруйск, да, генеральным директором Бобруйска Громаж. И как она у нас вот моментом, она по своему желанию захотела быть в союзе женщин. Понимаете, это для нее было у нас в Бобруйске вот как бы первая ступенька союза женщин. И сколько она могла сделать, и на какой уровень она вышла, и на сегодня, вот я говорю, благодаря ей, благодаря вот этому вот объединению тех женщин, которые как бы увидели и в ней вот эту активную такую гражданскую позицию, естественно, ее инициативы мы видим и ощущаем, что вот такая женщина, она сегодня у нас на виду. И мы сегодня ее видим, видя не только там на уровне там Минского госполкома, да, но мы видим ее намного шире и намного вот как бы важнее. Таким же образом можно и о других женщинах говорить, которые, я говорю, еще делаю такой вот тоже акцент, не только в одной общественной организации. Да, а все совместно, плюс к этому, вот это дает какую-то пользу. Хорошо, а есть случаи, когда БСЖ оказывают какую-то поддержку мужчинам, например, в армии, да? Я знаю, что было 23 февраля, и, по-моему, БСЖ еще, когда вот Надежда Анатольевна здесь была, торт испекли. Да, мы тогда пекли, мы и в этом году тоже пекли караваи, да, и тоже ходили в наши воинские части, когда поддерживали наших, как мы говорим, сыновей, потому что это как бы даже уже и внуки наши, да, там и сыновья. Вот это, конечно, тоже очень приятно, потому что мы же понимаем, что на защите нашей страны, да, должны стоять наши, как говорится, сыновья, наши внуки, а мы должны быть спокойны, что в любой момент они защитят нашу страну, а вместе с нашей страной это будет защитой и для нас. Поэтому немаловажно, чтобы и они видели, что не только там одни они, но мы рядом, мы рядом, и в любой момент мы тоже им поможем. А бывали ли случаи, когда вот какая-то женщина, которая, ну, не в ваших рядах, просто за помощью обращалась? Вы знаете, есть такие случаи у нас, да, мы не только женщины, но и мужчины к нам обращались, то есть по линии организации, да, были такие случаи. И то, что мы можем, естественно, мы обязательно оказываем посильную помощь. Мы не оказываем посильную помощь финансовыми средствами, а мы оказываем посильную помощь, может быть, как-то подсказать человеку, как ему действовать в данной ситуации, что ему необходимо делать, или какая-то такая вот составляющая материальная, где ему необходимо, там, этому человеку оказать содействие. Значит, был такой вот тоже мужчина, получилось так, ну, наверное, такой неприятный момент, когда сгорел дом. Вот он жил с матерью. Естественно, ну, что мать такая уже женщина пожилая. Вот и по возможности, когда к нам обратилась организация, конечно, мы помогли. Тем, что могли, мы помогли. Очень много отзывчивых людей, которые вот оказывают помощь. И на самом деле добрых людей, по возможности, то, что они могут сделать. Говорят, что у женщин хрупкие плечи, да? Помогли мужчине после пожара. Ну, да, частично то, что мы могли помочь, мы, конечно, помогли. Не только там мы одни, мы понимаем, что там другие предприятия, но тем не менее, когда обратились, мы сказали, вот это есть возможность. Вот это вот это. Свою лифту внесли. Да, да, пожалуйста, вот это подойдет. Вот, а поэтому таким образом, вот, когда собирали гуманитарную помощь, мы знали, да, когда Сирия, вот, вы знаете, это было вообще, это было так молниеносно и так быстро вот эта помощь нашла отклик в окружающих, не только женщин. К нам приходили даже, значит, другие национальности, говорили, слушайте, говорят, так давайте мы вам тут принесем там мешок макаронов, мешок там, там это. Ну, единственное, как, конечно, донести, мы же понимаем, да? Благо, что есть Красный Крест, и мы там через Красный Крест как бы формировали вот эту гуманитарную помощь. Но тем не менее, вот, откликнулись очень большое количество людей. Я говорю, было очень приятно. И на самом деле это есть вот то, что благотворительно, я все время говорю, очень получаешь радость и какое-то душевное такое тепло, когда ты отдаешь, когда ты кому-то оказываешь помощь и содействие. Наверное, это вот такого дорогого стоит. Вы председатель городской организации. Расскажите, как к этому пришли? Целенаправленно или как так вышло? Ну, как-то вот, не знаю, предложили возглавить городскую организацию. Да, я еще как бы так, только потусторонне была знакома. Я знала членов Бобруйской городской организации. Вот, ну, согласилась. Вот, слава Богу. Каково лично для вас понимать, что вот вы возглавляете такой важный союз для города, для страны? Вы знаете, для меня общественная организация, как бы это вот вся моя жизнь. Еще в бытности комсомола. Я была секретарем комитета комсомола с правами райкома, бывшая у нас технологический колледж, это 73-е училище. И, наверное, вот те знания, которые мы тогда приобретали, опыт организаторской работы, оно, наверное, как-то вот помогает тебе дальше по жизни идти. И на сегодня даже, как бы вот я тоже говорю, вы знаете, хочет женщина где-то себя реализовать, пожалуйста, есть общественная организация. Здесь очень много хороших идей, есть очень много разных направлений. Поэтому и для меня вот эта вот жизнь общественной организации, она, наверное, какой-то стимул к тому, чтобы двигаться, чтобы не сидеть на месте, чтобы общаться. Потому что мы говорим, общение – это жизнь, видеть – это жизнь. А еще, когда ты оказываешь кому-то помощь или что-то подсказываешь молодежи, вот как в данном случае можно поступить, как правильно выйти из этой ситуации, где промолчать, а где просто вот, наверное, не увидеть и так далее. Это, наверное, вот я говорю, для меня это вообще вот какая-то еще часть моей жизни неотъемлемой, а со мной, которая мне очень нравится. И преемственность поколений в том числе. Конкурс «Женщина года» республиканский. Я знаю, что в обручанке участвуют в нем. Что бы в нем поучаствовать? Что для этого нужно? Вы знаете, на самом деле великолепный конкурс «Республиканский женщина года». Он обычно проходит в нескольких номинациях. И на уровне республики они иногда вводят какие-то новые номинации. Поэтому вот будет положение где-то уже скоро, да, и мы готовимся по итогам 2023 года уже смотреть и кого-то выбирать. Значит, когда подходит какое-то вот такое направление, мы обычно как бы проводим такой городской этап. То есть предлагаем нашим первичным организациям посмотреть в первую очередь у себя, вот кого они видят, кто у них женщины достигли. Допустим, есть номинация «Успешный руководитель», есть номинация «Активная гражданская оппозиция», есть номинация «Духовность и культура», «Материнская слава», «Женщина-села». И вот тогда вот эти вот номинации, когда ты им говоришь, допустим, вы на производстве посмотрите, может быть «Активная гражданская оппозиция». Выбирается вот такой круг женщин, они готовят, конечно, материалы, остается это все на уровне города. А уже в городе рассматривает все материалы, подготовленные, конечно, наше правление, и уже поэтому отбирает. Может быть, иногда бывает так, что мы смотрим, ну недостаточно, надо, допустим, для какой-то вот там номинации, немножечко она не добирает того, чтобы хотелось добрать. Значит, тогда еще наше правление в этом плане работает тоже. Есть же все женщины, есть же у нас такие женщины скромные, которые достигают высот, а когда ты им говоришь, что давайте попринимаем участие вот в этом конкурсе, вы знаете, и женщины как-то говорят, ой, я вот как бы вот… То есть вот это вот не то, что их боязнь, а просто их какая-то такая вот скромность, да, не позволяет того, чтобы они вышли туда. Не каждая женщина как бы так вот, да, я буду там участвовать. А если, я говорю, есть многое, я в этом году тоже вот узнала о женщине, думаю, господи, сколько она всего сделала. А когда коснулась, говорит, так давайте мы с вами рассмотрим вашу кандидатуру на женщину года, она сказала, ой, вы что, это для нее как-то вот скромно, и вот она не готова к тому, чтобы себя, при том, что мы видим, сколько она сделала, это достойный человек. Пусть говорят, что женской дружбы не бывает, но директора бобруйских школ смело это опровергают. Объединяет компанию не только общая профессия, но и престижный титул «Женщина года». Для Натальи Жаворонок такие встречи с подругами – неотъемлемая часть жизни. Душевные беседы согревает горячий облепиховый чай и, конечно, искренние чувства. Наташка, спасибо, что ты всегда для нас находишь время. Если бы не ты, мы бы, наверное, сегодня бы не попали, не отдохнули. Спасибо. Спасибо. Ну, пошел. Наталья Жаворонок и на работе для своих коллег – настоящий друг. За ответственным статусом директора 30-й школы – долгий карьерный путь, а сейчас еще и 103 сотрудника и 763 ученика. Под четким руководством супер-женщины в копилке учебного заведения множество громких достижений. Как руководитель я считаю, что это очень достаточно строгий и в то же время достаточно добрый и понимающий человек, который всегда сможет выслушать человека, сможет войти в его положение и всегда правильно принимает решения. Ее любят дети, ее уважают педагоги. Естественно, она идет в ногу со временем, все время совершенствуется. Вот уже 10 лет я возглавляю данное учреждение. Для меня эта работа, ну это, наверное, моя жизнь. Профессия учителя, она как и сложная, так и очень благодарная, благородная. Ну и, как говорят и пишут, профессия учителя от Бога, все остальные от учителя. Основой в обучении подрастающего поколения директор считает духовно-нравственное и патриотическое воспитание. Для начальных и седьмых классов Наталья Жаворона каждую неделю проводит специальные факультативы. В библиотеке для всех, кто тянется к добру, богатый стенд с литературой. Наше учреждение очень тесно сотрудничает с Бобрусской епархией. В основном с нашим женским монастырем Жен-Мироносец. Матушка Пороскева является нашим частым гостем. Ангелы за трапезой. Одна лишь встреча с настоятельницей монастыря озаряет все вокруг теплым светом веры. А имя Матушки Пороскевы известно в каждом уголке с синей окой. Здесь каждый день наполнен заботами и молитвами. Но тяжелый духовный путь для игумени только в радость. За свою судьбу она беспрестанно благодарит Бога. По своему такому характеру, устроению я максималистка. И как-то очень рано я поняла, что много надо трудиться для того, чтобы достичь какого-то успеха. Даже еще будучи школьницей, ученицей, поступила в балетное училище, которое требовало огромных усилий, большого труда. Всегда были мысли о том, что я стремилась познать, что такое совершенство. И именно церковь, именно храм Божий открыл мне смысл жизни человека на земле. По крови у матушки Пороскевы нет родных сестер, но благодаря святой обители сейчас она живет в окружении единомышленниц. Наставляет на путь истинный и всегда с радостью принимает гостей. Мне было очень приятно, когда я приехала, что в монастыре была эта икона в кабинете у матушки Раисы, игумени. И вот мое назначение на послушание настоятельницы Бобруйского монастыря Святых Жемироносец как раз припала в день памяти этой иконы. Пресвятая Богородица, спаси нас! Доблестный труд радует своими плодами. Большая территория монастыря преображается на глазах. Впереди еще много работы и список благородных планов у матушки пополняется ежедневно. В настоящее время, конечно, мы полностью сконцентрированы на завершении строительства собора. Очень хочется, чтобы скорее зазвучала молитва здесь не только по великим праздникам, но каждый день. Собор святого благоверного великого князя Александра Невского имеет знаковую историческую память не только для города, но и для всей страны. Матушка Пороскева дышит возрождением святыни и верит. Совсем скоро двери здесь распахнутся для всех. Ну, конечно, еще много задач стоит. Будет отделка храма, главное, иконостас. Это будет самое дорогое, что будет в нашем храме. Вся жизнь на бумаге. За плечами Таисии Бочерешвили 17 лет работы в типографии. А сейчас каждый день в руках телефон или блокнот для творчества. Подмечать прекрасное в каждом мгновении и умело излагать чувства в стихотворной форме – настоящий дар. Женщина, если у нее есть желание, если у нее все хорошо в жизни, она может и стихи сочинять, и песни, и уборку делать, и вкусно приготовить ужин. Найдет время для себя, чтобы сделать прическу, макияж, красивенько одеться, встретить мужа, чтобы в доме было уютно, тепло. Было бы желание. Женщина, она может все. 44 года «Рука об руку» – это невыдуманная сказка, а счастливая реальность Таисии Таимураза Бочерешвили. И именно от того, в каком направлении повернется шея женщины, зависит успех и продолжительность брака. Если по руки поглядят, буду говорить за новый день и золотую усенью. Ведь не даром говорят, удачно женившийся человек приобретает крылья, а не удачно кандалы. Мы вот на крыльях все время летаем. Конечно, меня восхищает сейчас то, что у нее открылся поэтический дар. Я был готов к тому, потому что моя супруга всегда обладает многими талантами. Это подкрепляется тем, что Тая – хорошая хозяйка, очень внимательная, чуткая, всегда подскажет, поможет. Талантливая поэтесса – автор сборника «Женская душа». Сейчас Таисия Бочерешвили готовится к презентации еще двух. Своим примером подтверждает – женщина, она может все и даже больше. Хрупкая, слабая, с заботами вечными, Создал Всевышний тебя для любви. Подай же ей, Господи, ведь она женщина, Сильной и нежной ей быть помоги. Слабая женщина, даже болезная, За всех помолится, за все покается, Выдержит, вытерпит, словно железная, Забудет про боль и опять улыбается. Это было как бы испытание временем, выдержит, не выдержит. 2020 год был непростым для всей страны. Я не люблю, допустим, тип женщин агрессивных. Многие женщины говорят, что они никому ничего не должны. Здесь абсолютно другая должна быть психология. Женщина должна быть женственная. Чего-то не хватает современной женщины. Красивый макияж, красивая одежда, красивая фигура, как мы говорим. Есть ли женщина, с которой хочется вам брать пример? Я обыкновенная женщина, я убираю, я стираю. Быть женщиной – это? Должна болеть голова. 2020 год был непростым для всей страны. Я знаю, что белорусский Союз женщин оказывал государству колоссальную поддержку. В том числе и на месте. Да, но вы знаете, если мы даже вспомним историю создания Союза женщин, то мы знаем, в каких условиях был создан Союз женщин в 1991 году. Вот в декабре как раз месяце – это юбилейная дата создания Союза женщин. И, естественно, этот Союз шел в поддержку. В поддержку нашего правительства, в поддержку нашего президента. Тогда создавалась вот эта женская организация, которая шла рядом, и было очень сложное время. Поэтому 2020 год – это было как бы испытание временем. Выдержит, не выдержит. Естественно, когда женщины выстояли без вопросов. Есть те, и в нашей организации буквально пару человек, которые просто, может быть, не до осмысления происходящего. Как-то, может быть, до непонимания. Может быть, еще по каким-то другим причинам. Мы же не залезем в человеку. Правда, в душу не увидим это все. Как-то немножко они отклонились в другую сторону. То, конечно, мы же видим, что огромная масса женщин поддержала политику нашего президента. И все-таки, когда вот этот форум, я помню, этот первый форум за Беларусь, который был в Минск-Арена, мы ехали туда на автобусе. Ну, конечно, вы знаете, это великолепный форум. Это такое мероприятие, которое, наверное, ни одного человека не оставило просто безучастным. К тому, что все-таки это наша Беларусь. Мы не должны смотреть на личность. Понимаете, если мы только смотрим на личность, не видим ничего, то это тогда очень плохо. Мы должны смотреть, что мы хотим. Мы хотим жить в мирной стране, хотим. Мы хотим, чтобы наши дети воспитывались. Да, получили бесплатное образование, здравоохранение, имели какую-то перспективу, возможности развиваться. Да, что на сегодня надо? Вот это. Помимо этого, мы же должны делать сравнительную характеристику. Не все там хорошо, где за пределами, хорошо там, где нас нет. Надо же сравнивать, что у нас, что у них, что у нас ценно, что для нас хорошо. Или там. Поэтому, я говорю, конечно, вот женщины выдержали 2020 год и своим отношением, и своим поддержкой. Я вот, наверное, я говорю, тоже своими движениями помогли того, что все-таки Беларусь осталась страной независимой, свободной. Ну и, как мы видим, все равно развивающей. Как считаете, насколько вообще в стране важен союз единомышленниц, белорусский союз женщин? Я думаю, что важен. Важен на сегодня. Это дает возможность женщинам все-таки, как бы я говорю, есть разные. Я сегодня не коснулась там других каких-то вариантов. Есть разные возможности, есть разные варианты. А вот союз женщин, он дает все-таки как-то такую более сплоченность женщине. Да, женщина вместе, женщины рядом. И главное здесь тоже желание самой женщины. То есть, чтобы ее не волоком туда тащили, чтобы вот ты давай, вот мы тебе показываем и все. То есть, твое должно быть желание. И твое желание обучиться от того, кто рядом с тобой. Вот есть у тебя эта возможность, есть у тебя это желание. Хорошо. Потому что просто так вот быть, да, есть просто там кто-то присутствует в союзе женщин. Да, но тем не менее, когда ты хоть маленькие моменты, но где-то там что-то принимаешь участие. Вот. Или твое желание, мы же говорим, я сейчас тоже коснусь, допустим, вот мероприятия. Да, у нас есть много разных мероприятий. В этих мероприятиях принимает определенное количество, да, там женщины или первичных организаций. В других мероприятиях принимают другие первичные организации. То есть, как бы этим здесь интересно, а там тем интересно. Так вот, хотя бы, когда женщина найдет вот этот интерес, ей будет, конечно, намного интереснее. Как вы считаете, какой должна быть женщина? Многие женщины говорят, что они никому ничего не должны. А согласны ли вы с этой фразой, или все же должна быть какая-то база у женщины? Ну, вообще, вы знаете, такая ситуация, мы никому ничего не должны. Я все время говорю, так и вам никто ничего не должен. То есть, обратно идет, да, вот если мы посылаем хорошее до слова, то и нам в ответ хорошее. То есть, так, я не должна, так и мне тогда никто не должен. Все, значит, разошлись полностью. Вообще, женщина, вот, я считаю, что даже само слово «женщина», она должна быть женственной. Невзирая ни на то, что время, невзирая на то, что она там будет руководителем, она там будет занимать высокий пост, она должна быть женственной. Да, там, красивый макияж, красивая одежда, там, красивая там фигура, как мы говорим. Но, тем не менее, ее общение, ее отношение к окружающим, вот это вот все как бы указывает, что она женщина. Я не люблю, допустим, тип женщин агрессивных. Вот мне все время, когда агрессия, я говорю все время, ребята, ну можно же как-то найти вот какой-то приемлемый вариант и решить это мирно. А если не мирно? Да, а если не мирно, ну тогда зачем нам вообще возить вот эту там дискуссию, правда? То есть она должна быть, вы знаете, в то же время, как я говорю, вот первое, как мы говорим раньше, да, основное назначение женщины – это хранительница очага семейного, да? Но времена меняются, и мы же видим, что сегодня женщина какая? Она, да, у власти. Но самое вот приятное было, когда было общение с Натальей Ивановной Качановой 20 октября, и когда Наталья Ивановна Качанова сказала, что, говорит, я обыкновенная женщина, я убираю, я стираю, и за меня никто это не делает. Понимаете, вот это настоящая женщина. Она и у руля государства, но тем не менее, вот это она все выполняет своим. То есть не надо, не обязательно там стремиться, что я там никому не должна и так далее. Вот здесь абсолютно другая должна быть психология. Женщина должна быть женственной. Да, Наталья Ивановна, вы правы, удивительная женщина. Я тоже сидела, восхищалась ее энергией, ее посылом и тем, что она искренне говорила о том, что она такая же, как и все, и она сталкивается с теми же проблемами, как и у нас. Хорошо, а есть у вас лично какой-то секрет успеха в форме? Как поддержать себя в форме? Наверное, это уже какой-то опыт. Это опыт, это преодоление каких-то жизненных, может быть, ситуаций. Нельзя сказать, чтобы и не надо, это не должно быть, когда у человека должно быть вот все гладко, все хорошо. Я говорю, все время, если гладко и хорошо, то что-то в жизни не так. Что-то не то. Да. Должны быть проблемы, должны быть нерешенные вопросы. Должна болеть голова о том, что надо что-то сделать. И плюс к этому, мы же не забываем, что мы же люди. Мы склонны к совершению каких-то ошибок. Нельзя сказать, что мы такие идеальные, не совершаем по жизни ошибки. Да. Но умение вот это все проанализировать и в следующий раз, чтобы ты этого не совершил, чтобы ты это не сделал, чтобы ты пошел не там, то есть дорогой, а совершенно другой. Наверное, вот это вот ты все время как бы себя учишь, обучаешь и идешь вперед. Помимо этого, ты же обращаешь внимание, что ты не один в обществе. Вокруг тебя очень много людей. И я все время говорю, в какой бы вот где-то я ни была, я все время говорю, ребята, я от вас учусь. Особенно от молодежи. Я очень люблю молодежь нашу. И все время говорю, когда бываю в молодежных коллективах, да, вот колледжи, очень люблю колледжи, потому что длительно проработала тоже в этой системе. Все время говорю, не важно, какие вы там, шустрые там, но учусь буквально, вот смотрю на вас и учусь. То есть взаимное обучение. Вот поэтому, наверное, как-то так, а как, ну надо же как-то себя вот держать, да, держать и идти вперед. Хорошо. Может быть, какой-то совет дадим современным женщинам? Вот, ну, мы говорили много о позитивной стороне, да, может быть, чего-то не хватает современным женщинам? Ну, вы знаете, не могу так сказать, что что-то чего-то не хватает, но, наверное, может быть, надо, ну, немножко как-то быть где-то сдержаннее, да, вот. Вот, немножко вот, тоже такое слово нехорошее, да, но вот оно как бы у меня такой вот вульгарный образ жизни. Ну, зачем ты идешь вот и куришь, там, идут дети, смотрят на это, вот это меня как бы немножечко раздражает, да, поэтому вот, ну, как-то вот посмотри на себя со стороны, к чему это приведет тебя, вот. Или там другой вариант, когда мы идем и видим или слышим повсеместно сквернословие, тоже молодые женщины, они не стесняются об этом говорить. Мы взрослые уже люди, я вообще вот как бы в присутствии кого-то что-то, ты даже дома, ты даже про себя не можешь как бы это сказать, да, а когда ты слышишь и вот так вот, и думаешь, ну, неужели это приятно слушать. И еще, наверное, уважение друг к другу, умение простить, умение немножечко себя ограничить в чем-то. Не так вот, я вот хочу, вот, вот, я хочу, вот, хоть, а посмотри, а может быть, это кому-то будет не очень приятно. То есть здесь как бы срабатывает все-таки твое внутреннее, не надо свое вот это вот черненькое я впереди себя пускать. Пусти себя я беленькое, а черненькое туда загони куда-нибудь подальше, да, и тогда ты увидишь, что совершенно ты на мир смотришь другими глазами. Во-первых, ты ни на кого абсолютно не обижаешься, у нас же многие как бы обижаются, что вот там, да, там не так сказал, не так посмотрел, или там не так что-то сделал. Вот, ты не будешь обижаться, и тебе будет просто по жизни легче. И вообще воспринимай человека таким, как он и есть. Человек, он человек, его надо в первую очередь уважать. Вот, и воспринимай, он такой, да, найди в нем положительные черты. И вот на эти положительные черты, положительные акценты. Сделай вот свое какое-то вот внимание, обрати на это, и, пожалуйста, тебе будет намного проще. Есть ли женщина, с которой хочется вам брать пример? Вот, допустим, с одного человека, очень сложно сейчас сказать, что с одного человека надо брать пример. Потому что окружение большое, да, в этом мне нравится, допустим, вот это, в этом мне нравится вот отношение к этому, этот мне нравится отношение к этому, понимаете? Поэтому вот на сегодня по такому, да, вот отношению к женщине, и потому что я вывижу, с кем общаюсь, я могу сказать, вот у каждого по чуть-чуть, когда ты вот возьмешь, да, ты как-то вот прирастаешь. Продолжите, пожалуйста, фразу. Быть женщиной — это. Ой, ну быть женщиной — это быть, наверное, воплощением всего доброго того, что существует в нашем обществе. Потому что от доброты, когда ты чувствуешь эту доброту, веет теплом, сердечным теплом, веет той внутренней, как я в другой раз даже говорю, духовностью, которая, ну, необъятна, и которая распространяется таким хорошим благоуханием на всех остальных. Создаваем прекрасное настроение, наверное, и перспективу развития будущего.